Это же раскраска, в интернетной версии, как оно выглядит по-другому. Праздничное. Здесь же 297 комментариев. Толкование святых отцов. Не мое. Нет. Но комментарий я даю по благословению епископа, если все это написано. Сейчас где-то на самом начале. Минуточку еще. Вот. Слово Божие. Хорошо, все понятно. Вот эти книги подарены Лукашенко в подарок, и Путину, и Медведеву. И епископом, Патриарху Кириллу. А вот это разрешите? Они называются открытым оком. Это 24-й оком. Все разного цвета, легко брать. Боже, как бы хорошо это издали. Да. Но у нас на Алтае так неиздает, это в горном Алтае такая. Видите, как в горном Алтае. Это взято открытым оком. Видите, как кавычки. А я делаю срочку не ниже, а выше. Как бы искусственно поднимаю голову. Ну поднимите мне голову. Ну задумайтесь обоих. Он сына за нас отдал, Иисуса Христа. Ну разве можно жить своим духом? Надо, чтобы дух святой руководил на высшие подвиги. Очень интересно. Большое спасибо. Интересные, полезные. А вот это вот как раз беседа с Александром Мелином. 20-й том. А здесь наша беседа отдельная. А это у меня сейчас фотография. Это я в занятии иду в университете. Это мой брат, священник. Из всех книг, самое трудное мне далось, вот, вот, я собираю. Спрашивает, как назвать. Можно назвать этот отдел во свете Библии или открытым оком. Вот оно, прям в прямой строчке открытым оком. Вот у нас путь тут попала дорога. Ничего страшного. Вот, самая трудная далась мне симфония. Она на 11 неканонических книг по одному слову, как найти любое предложение. А, так это у вас как алфавитный одновременный указатель, да, как по-мирскому, да? Который отдал бумагу. Если на ней там каких-то книг нет, уже кончились. Там просто выщеркните стихи. Ну, хорошо, не переживайте. Сейчас я покажу минутку. Да, сидите. А вот это приподнимите. Я достану ее. Кажется, это она. Ну да. Вот, сейчас я покажу. Это, так, какой же наступок перейдет, 26-й. Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по совершенно определенной тематике. Сейчас я покажу даже сами поэты. Вот. Очень интересно. Очень интересно. Вот мне вопрос задают, допустим, в университете студенты. Я отвечаю на каждый вопрос 6 поэтов из разной эпохи. А после каждого поэта выдержка из Библии. Что на эту конкретно тему? Ну, коже, что интересно. Без Евгения, конечно, не создать бы так. Главный второй материал я у него взял. Да. Любая книга... Послушайте, у нас есть церковно-приходская школа. Мы иногда вместе работаем, проводим мероприятия. Мы обязательно сделаем презентацию ваших книг. Так. Вот сейчас по скайпу работаю. В сентябре я буду там. Телефоны здесь есть. Сейчас звонить бесполезно. Мы даже не берем, потому что деньги снимают. Это можно встретить с читателями. Встречу. Да, по скайп-конференции. На сайте у вас здесь 50 книг моим голосом насчитаны. Их нигде в мире нет. Это Библия. Можете скачать. Архипелаг Гулаг. 12 томов Златоуста. 12 томов Жития Святых. Слушайте, да. 5 томов Добрата Людбе. Серафима Саровского. Игнатия Бенчанинова. Этого нигде больше нет. Ну, я вас смею заверить, что мы не просто их читателям покажем. Мы еще их обязательно презентуем. Спасибо, Христос. Сегодня понимаете, что издать книги просто невозможно. Нереально. Да. Где, говорит, помощь. Вот посмотрите, кто помогает. Это задействован Сбербанка России. Кто понимает, разные тут президенты и компании. Вот это отдельный трехтурник сегодня. Это 75 евро. Вот это все 750. И мы проехали, это примерно уже 330 мест. Дошли до Владивостока. Прошли Польшу, Чехию. Ну, вы прям подвиг подвижнический. Вы когда зайдете, там будет в ВТР не написано. Великое путешествие Игнатия Латкина. Но мы это держим как обыкновенное. Потому что любовь Божия. Я в 23 года, до этого я верил в Бог, что я с нами Библии в руки не держал. И после службы в армии Господь дал мне Библию через людей. И я сознательно покаялся. Я понял, что за меня умер Христос. Моя жизнь мне не принадлежит. И с тех пор началась полоса. Ну, это просто колоссальная работа. Ну, понятно, что... Это сколько лет всего вы над этим работаете? Ну, так. Сколько лет работаете над этим? Как материал собирать, это 50 лет ушло время. Ну, видно, что это результат громаднейший. Ну, еще что вы учтите? Смотрите, я покажу сейчас, что набор делал сам. И компьютерную верстку сам. Несколько 4 года. То есть вы все сами открыли. Вот это для молодых, чтобы никогда не останавливать. В любой ситуации начинаем молиться. Главное это молитва. Мы день начинаем с молитвы. И Бог благословит. Мы счастливы тем, что Бог дал нам веру христианскую. Я вот когда людям рассказываю... Ну, это невероятно. Они каждому поверят, да, воздаются? Это Бог. Когда Дух Святой побуждает человека слышать голос Божий. Не голос слышать, а через совесть. По-другому нельзя жить. За меня Сын Божий умер. Я себе не принадлежу. Я не имею права делать то, что люди делают. Я не могу думать так, как они думают. Это мой Бог. Который дал коротенькую жизнь, чтобы нам обожить все, как говорится, здесь. И быть годными для вечности. Это все вы найдете здесь. Вот здесь, в книгах, 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология, работа, семейные отношения, будущее, судьбы мира. Все абсолютно здесь есть. Спасибо. Если будут с библиотеками что-то у вас, какие-то перетрубации, только книги сохраните. По одной кому-то раздайте. Нет, ни в коем случае. Нет, мы во-первых их сразу поставим на учет инвентарный номер. Это метр сорок полка. Эти книги, они, сегодня кто считает, они на столетие или больше опередили события. Они никого не угождают. Я легжу повыше голову. Так сказал Господь Бог в пророческом духе. Пришлось за это тюрьмами заплатить, а пяти тюрьмах отбывал. Меня 26 лет мучили, только в таких листах не выскажу. Но Господь выгнал. И бы сияла правда, как Достоевский говорит. Сегодня анхиерею берут, вот есть здесь это письмо о православии. Это настольная книга для священнослужителей. Раз книги говорят обнаженной правдой, по-божески, у них много врагов и много друзей. Это всегда. Если все одобряют, Христос говорит, горе вам, когда все будут говорить хорошо. Конечно, это хорошо. У меня нормально, кишечник работает, меня хвалят. А тут со всех сторон тебя давят. Но зато я знаю, проходит время, и люди приходят со слезами. А нас натравили, против. Да забыть, как если наклевать, да забыть. Давайте работать для Бога. Ликующие песни, воспеть Богу в Духе Святом Аллилуйя. Вот здесь 3467 моих стихотворений. Ну обязательно пересмотрим. А, конечно, игла, игла с большой бокой, знаете, лапки. Притом, знаете, я сейчас покажу, быстро нам и торопимся, и охота показать. Необычное еще написание стихов следующее. Вот каждое стихотворение 9 куплетов. А это 36 строчек. И напротив каждой строчки указано место Библии, откуда взята мысль. Ну, мы обязательно все посмотрим. Вот открыть наше место Библии и увидеть, как цераполируется событие на сегодняшний день, и конкретно к считающему. Она с двойным таким переходом идет. Некоторые считают, у них, говорят, волосенки поднимаются. Говорят, это как же, это Бог дает, я на молитве получаю это. Здесь нет темы, которую Бог не открыл. И во всем любовь к Богу, Бог есть любовь. И эту любовь Божию мы хотим возвести всему миру. Как Бог нас любит. Как долго терпит. Вот это, что у нас два народа, единый он был народ, русских украинцев пытается недоистровить. Это богохульство. Мы единые. Киев, мать всем городам русским. Как нас от нее отделять? Мы приехали, там, национальная библиотека в Киеве. Как будто рано и ждали. Какая там, как ее звать, Татьяна Дмитриевна, Валентина Дмитриевна, вы знаете. И в Харькове, где были, там, парламентской библиотеки. Очень встречает хорошо, потому что это верующие. Вот самая плохая обстановка в Германии. Все зализано, все чисто, ничем не нуждается. А мы там остановились. Я говорю, как же так? Жил у меня жизнь. А в Сербии приехали. Где у меня тут папка-то? Благодарность покажется. Смотрите, там разгром полный. Ну, Сербия. Так мало того. Это нам в Сербии выдали? Да, в Белграде. В Белграде. Вот какая хвалница-то, похвальная грамота. Если будет желание, можете по нашему адресу послать. Вот, какие. Ну, мы давайте еще... Адрес. Давайте адрес общаться. Давайте. Где наш адрес? Нет, ну, если вы сказали, что на сайте, то я найду. Да, это на сайте. Давайте на одном я напишу. Адрес. Адрес, это же не имейл. Только вы это себе сохраните. Обязательно. Я, наверное, пометку сделаю. Обязательно. Обязательно. Это у вас такой адрес? Да, город Барнаул. Алтайский проект. Была я в Барнауле проявилась там. Улица Ползунова. И встреча с вами, мы понимаем, что это как награда Божия. Вы нас никогда не знали. А уже провожаете как родных. Как вам назвать? Каким ли вы имя? Значит, меня Инатия зовут. Мы поедем. У нас непростая обстановка. Далекое. Надо все побережье. Снова у нас главная ставка, книги Пересона, Простовскую область. Мы надеялись нечеплотить в Скандинавию и Прибалки. А сейчас после еще двух пойдем на юг, Грузия и Армения. И через Чечню может выйти обратно. Просто фантастик. Бог один знает, пронесет нас или нет. Пусть пронесет. В прошлом году мы 240 городовых сел прошли. До Владивостока и на Ходке. Мы поедем за нас помолиться, а мы вас будем помнить. Обязательно. Чтобы Господь вас сохранил. Так, мы уже уходим.